Мотоциклистов на улицах Самары стало больше, отмечают сотрудники ГАИ. Поэтому открытие сезона – хороший повод напомнить им о правилах дорожного движения. В госавтоинспекции Самары прошла совместная встреча руководящего состава ГИБДД с представителями самарских мотосообществ. Некоторая категория мотоциклистов не отличается дисциплинированностью. И для них характерны вот такие нарушения, как эксплуатация мотоциклов незарегистрированных, в установленном порядке без рекзнаков, то есть без мотошлемов, соответственно, без документов на право управления. Многие из них допускают иные грубые нарушения, такие как выезд на полосу встречного движения, то есть там, где выезд запрещен, превышение скоростного режима. Ну и особое беспокойство вызывает у жителей – это повышенная шумность, которую издают некоторые мотоциклы. Участники встречи обсудили вопросы, возникающие при вождении двухколесного транспорта. Разговор шел о пренебрежительном отношении водителей к использованию мотошлемов и средств защиты, страхования и налогообложения, культуре общения между участниками дорожного движения. Руководители клубов заверили полицейских, что неосторожных мотоциклистов с каждым годом становится значительно меньше. Александр Фойкин за рулем мотоцикла около 10 лет. К каждому мотосезону готовится, оформляет страховку и проводит инструктаж среди любителей клуба «Русские мотоциклисты». Мы приехали на эту встречу перед началом сезона, обсудить технику безопасности дорожного движения, правила проведения колонны, ну и вообще в целом поведение на будущий и предстоящий мотосезон. Мотоциклы все-таки средства передвижения не совсем безопасны. Поэтому эта встреча нужна. Я считаю, что перед каждым открытием сезона это необходимо. Представители мотосообществ, используя положительный пример соседних регионов, предложили создать площадку для тренировки водителей двуколесного транспорта. Занятия для повышения уровня навыков в управлении мотоциклом предложили проводить на специально оборудованном треке. В завершении встречи полицейские отметили, что у сотрудников ГИБДД не стоит задачи как-то ограничить водителей мототранспорта в правах. Представители мотосообществ, в свою очередь, также открыты для совместного диалога. Кроме того, сотрудники ГИБДД обратили внимание на недопустимость нарушения покоя граждан в ночное время. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.